Возвращаемся к Фукидиду, возвращаемся при этом с самым интересным моментом, на котором мы остановились. Я думаю, давайте заранее скажем, что сегодня мы закончим третью книгу и, пожалуй, не будем начинать четвертую, потому что, хотя там и происходят невероятно интересные вещи, у нас не будет времени в любом случае, чтобы эти невероятно интересные вещи, как бы это правильно сказать, дошли до своего логического завершения. Поэтому мы на самом деле посмотрим, может быть, мы действительно начнем четвертую книгу из интереса посмотреть на Клеона и его противника, и на достижение Клеона. Может быть, даже на Брасида, но вряд ли. В любом случае, мы в прошлый раз посмотрели, как молодая империя справляется с захватом города и с тем, что делать в результате этого захвата. Что делать с восставшими? Что делать с преступниками? Каким образом можно остановить совершение преступлений? И вы помните, что у нас есть две диаметрально противоположные точки зрения. Точка зрения самого насильственного гражданина. Напоминаю вам, что Фукидид употребляет слово «насилие» только в буквальном смысле и ни в каком ином. По крайней мере, все остальные случаи употребления слова «би-айос», они буквальные. И, соответственно, этот самый насильственный гражданин предлагает насилие как решение проблемы. Если мы сделаем наказание за преступления настолько жестокими, насколько это вообще возможно, мы получим меньше преступлений, говорит Клеон. Его противник Диадот, как вы помните, выдвигает прямо противоположную точку зрения. Не страх, а надежда являются главным мотиватором человеческих действий, считает Диадот. И в этом смысле мы всегда должны оставлять преступникам надежду, восставшим надежду на то, что если они сдадутся, с ними не будут поступать жестоко. И в этом смысле преступления станут меньше, они будут менее продолжительными, менее существенными, потому что надежда на то, что можно получить меньшее наказание за совершенное преступление, будет глушить масштаб преступлений всегда. Это действительно две точки зрения на одну большую проблему. И вы знаете, да, что современный мир двигается скорее в сторону Диадота, прочь от точки зрения Клеона. В то же самое время Клеон выдвигает, конечно, и новый принцип войны, когда говорит о том, что демократы больше не наши союзники по умолчанию. Мы не демократы. Речь больше не идет о борьбе партий. Речь идет о борьбе сильных против слабых. И в этом смысле, конечно, Клеон так или иначе предугадывает и предопределяет будущий поворот афинского империализма. В то же самое время мы видим и старую империю, Спарту. Как старая империя поступает с захваченным городом. Вы помните, что для Спарты в деле с Плотеями, вы помните, что все начиналось очень и очень хорошо. Орхидам обещает Плотеянам, что если они сдадут город, он не просто не будет разграблен или разрушен или отнят. Все в нем, вплоть до урожая и деревьев, будет сохранено и возвращено после войны. Когда же Плотеяне отказываются за это, или, вернее, в результате этого, уже не Орхидам, но безымянные спартанцы приговаривают Плотеян фактически к смерти. То есть Спарта делает ровно то же, что хочет сделать Клеон с Метелинянами и что народное собрание мешает сделать Клеону. Спартанцы с самого начала хотят уничтожить их, уничтожив их город. Почему они хотят это сделать? Второстепенный вопрос. Первостепенный вопрос заключается в том, что, обещая честный суд, спартанцы задают на этом суде, строят этот суд таким образом, что в нем нельзя быть оправданным, что Плотеяне так или иначе обязательно должны будут погибнуть вследствие этого суда. Плотеяне, как вы помните, пытаются сопротивляться. Ну, не буквально, а фигурально, произнося довольно большую и довольно пустую речь. Но эта пустая речь, суть которой заключается в уже известной вам формуле, она оказывает влияние на спартанцев. Поэтому враги Плотеян, фивяне, пытаются противопоставить речи Плотеян свою собственную речь и напомнить спартанцам, что они, собственно, тут делают и чем этот суд должен закончиться. Он точно не должен закончиться оправданием Плотеяна. Фивяне затрагивают для нас решающий вопрос, на котором, если мне не изменяет память, она вполне может мне изменять, мы в прошлый раз и остановились. Это вопрос о том, совпадает ли страна и режим, или это совершенно разные вещи. Я напоминаю вам, понятное дело, что всякий режим хочет ассоциировать себя со стороной. Но это, как показывают фивяне, не всегда так, или практически никогда не так. Я снова напоминаю вам об Аристотеле. Аристотель говорит, что хороший гражданин и хороший человек совпадают только в одном случае. В случае совершенного режима. Во всех других случаях хороший гражданин и хороший человек – это разные вещи. конечно, мы могли бы представить себе вполне такую ситуацию, что, например, хороший гражданин при тирании, или хороший гражданин при нацистском режиме – это совершенно не то же самое, что хороший гражданин при демократии. Мы могли бы даже сказать, что хороший человек при тирании, или при нацистском режиме – это как раз-таки плохой гражданин, или даже худший гражданин. И в этом смысле хорошая страна, можем мы экстраполировать это утверждение вверх, совершенно, может быть, совершенно отвратительно в качестве режима. И наоборот. Но это все, конечно же, оправдание для фиванцев, а именно оправдание в том, почему они помогали, или вернее, взяли нейтралитет во время персидских войн. 63? Да. Мы постараемся доказать, что вы более нас виновны перед эллимами, и более, нежели мы, заслуживаете всякой кары. Заметьте, фивяне не говорят, или фиванцы, как хотите, не говорят ничего о том, о чем они должны говорить. Вместо этого они начинают утверждать, что платеяне достойны кары сами по себе. Вы говорите, что заключили союз с Афинянами и сделались Афинскими гражданами для того, чтобы отомстить нам. В таком случае вам следовало призывать Афинян только против нас и не нападать вместе с ними на других. Вы говорите, что постыдно было изменить своим благодетелям, но гораздо постыднее и преступнее предать всех эллинам, с которыми вы заключили клятвую союз, нежели предать одних Афинян, когда последние стремились к пропощению Эллады, а первые же к ее освобождению. Итак, обвинение Фивиан заключается в следующем. Платеяне должны забыть о своих старых заслугах, о дедах. Это второстепенно. Когда-то платеяне действительно выступали сторонниками греческой свободы, но сегодня, объединившись с Афинянами, они на самом деле выступают ее поработителями. Они выступают на стороне тирана, на стороне империи. Вопрос, следовательно, заключается в том, могут ли старые заслуги быть вытеснены новыми преступлениями. Или, наоборот, как в случае Фивиан, могут ли старые преступления быть вытеснены новыми заслугами. Это вопрос. Но это как-то связано с тем, что мы обсуждали касаемо режима. То есть, если это демократия, то люди и государства совпадают, вероятно, несут ответственность, а если это олигархия, то ответственность государство не несет. Это мы уже обсудили. Смотрите, мы задаем новый вопрос. Тут заслуги не то, да? Да, мы задаем новый вопрос. Виновен ли сын в преступлениях отца? Но только глобально. Виновны ли вы в преступлениях страны? И шире. Какие действия страны являются более важными? То есть, может ли преступление, совершенное государством, совершенное режимом, быть заглажено хорошими действиями после этого преступления? И наоборот, могут ли быть хорошие действия режима, или даже государства, даже страны, если хотите, быть растоптаны дальнейшими преступлениями? Быть аннулированы дальнейшими преступлениями? Фивяне верят в оба этих утверждения. То есть, по поводу себя они говорят, да, раньше мы были предателями. Ну, понятно, был режим предателем, да? Но теперь мы сражаемся за свободу. И в то же самое время они говорят, раньше вы сражались за свободу, да, но теперь вы предатели. Вопрос, который мы должны поставить, кажется, мне звучит так. Что важнее, прошлое или настоящее? Если я правильно помню, то в античных судах было раз в старинопрактике, когда обвиняемый апеллировал к своим собственным заслугам, и это компенсировало или смягчало наказание за какое-либо преступление. Вы абсолютно правы, и не только в прошлых судах, но и в современных судах это есть. Если вы, например, совершаете преступление первый раз, то понятно, что наказание даже за серьезное преступление будет смягчено, именно потому, что вы сделали это впервые. В том смысле, что до этого вы не демонстрировали никаких преступных тенденций. Вы были хорошим человеком или хорошим гражданином. Итак, прошлые заслуги отменяют нынешние преступления, и прошлые преступления аннулируют нынешние заслуги. Давайте еще раз я попробую сформулировать свой вопрос. Что важнее, прошлое или настоящее? Настоящее. Если важнее настоящее, то тогда мы не можем позволить себе внимательно смотреть на прошлое. То есть вопрос заключается не в том, что вы сделали до этого. Вопрос заключается в том, что вы делали сейчас. Сейчас фивяне борются за общегреческую свободу, а платыяне ее предают. Вот Владимир Евгеньевич говорит нам, что настоящее важнее прошлого, потому что настоящее может быть изменено, а прошлое нет. Но разве это не обратная ситуация? Прошлое важнее настоящего, потому что прошлое не может быть изменено, а настоящее может. Исходя из данного утверждения, мы получаем то, что в принципе трансформироваться государство как режим не может, если мы ориентируемся лишь на то, что не может трансформироваться. То есть по идее, если ты, грубо говоря, был плохим, то ты всегда им и остаешься. Если был хорошим, то им и остаешься, но хороших нет. То есть в этом мысль какая-то? Нет, вы, конечно, можете измениться. Режим может вести себя иначе в зависимости от обстоятельств. Но при этом он продолжит, или страна даже, но при этом он продолжит нести ответственность за то, что сделал. То есть никогда больше о нем не будут судить как о хорошем, что бы он уже не сделал по этому поводу. Я полагаю, что нужно учитывать, что если бы мы говорили о, допустим, суде Акинин, то для Акинина, например, демократии. Если мы меняем демократию в прогрессистскую логику, он настоящий был поварнее прошлого. Потому что прошлое... Деды не воевали, а мы будем воевать. Ага, то есть вы хотите сказать, что эта разница между прошлым и настоящим является скорее... Ну, я бы сказал, между прошлым и будущим, но все равно является скорее политической перспективой. То есть олигархи считают, что прошлое важнее, а демократы считают, что условное будущее, то есть настоящее важнее. Я как раз к этому хотела отослать, в плане, влияет ли... Играет ли здесь решающую роль, на чью аудиторию сейчас... На какую аудиторию сейчас обещают вивяне. То есть они, мне кажется, прекрасно также понимают, что спартанцы апеллируют к прошлому всегда, говоря о том, что наше величие заключается в том, что наши деды воевали, и мы, значит, вслед за ними. Если бы это были афиняне, у которых был... Господи, как же его? Перикол? Перикол. Нет. Предатель-то, Боже мой, я забыла имя. Нет, который выступал за то, что я буду строить свое... Я буду строить... Вот, Кириад. Вот, вот, вот. Для будущего. То есть настоящее, посредственно подвестником будущего, соответственно, аудитория для речи имеет ответ на этот вопрос. Это хорошее замечание, но в таком случае вы уже сейчас ожидаете, что Фивиане провалятся, потому что они-то говорят не о прошлом, они-то говорят о настоящем. Смотрите, вопрос... Мы можем рассматривать данный вопрос в контексте того, что если исходить из политического подтекста, то, что очень часто речи, это все-таки такая демагогия, что в зависимости от ситуации режим меняет свой фокус, что когда ему удобно, он говорит о дедах и о подвигах, а когда неудобно, говорит о настоящем. Хорошее тоже замечание. Вот там Владимир Евгеньевич говорит нам, что вопрос на самом деле, который волнует всех здесь и сейчас, что афинян, что спартанцев один и тот же. Фукидид пытается показать нам, мы это увидим, что империи, мы это уже видели, что империи ничем не отличаются друг от друга. Империя всегда одинаковая, вне зависимости от того, является ли она олигархической, будь здоровой, или демократической. Вопрос только заключается, следовательно, в том, на что ориентируется империя. О чем бы ни спорили Клеон и Диодот, они оба выдвигали вперед одну и ту же мысль. Какую? На что должны ориентироваться афиняне в решении вопроса с метелинянами? На свое собственное желание. Ну, не на желание, это неправильно. У нас есть конкретное слово для этого. Одежда на выгоду. Правильно, на выгоду. Они должны опираться на выгоду. Клеон говорил, что выгоднее будет казнить их, а Диодот говорил, что выгоднее будет простить их, но и те, и другие опирались на выгоду. Следовательно, вопрос для спартанцев, как для империи, будет таким же. А что выгоднее? И мы помним, что надежда, давайте даже так, делится ведь на две части. На выгоду и честь. И мы должны задаться вопросом, что важнее, выгода или честь для спартанцев? Забегая вперед, в то место, в которое мы больше никогда уже не попадем, очевидно, ответ правильный заключается в том, что честь гораздо ценнее, чем выгода. Да спартанцев, тем более, потому что они же... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, смотрите, честь как... Честь как слава освободителей Греции. Но они поймут это, или вернее, они примут эту точку зрения, начнут ее практиковать только через одного человека. Только один спартанец покажет всем остальным, всем грекам, что спартанцы действительно соответствуют своей пропаганде. И это будет залог спартанской победы, спартанского успеха. Но этот спартанец еще не получил своей роли. Сейчас спартанцы мыслят ровно так же, как и афиняне. Они волнуются только о собственной выгоде. Следовательно, вопрос, который они ставят перед собой, это не вопрос о прошлых преступлениях и нынешних заслугах, или о нынешних преступлениях и прошлых заслугах. Это вопрос о том, какое действие принесет им больше выгоды, прощение платеян или их истребление. Но давайте мы не будем забегать вперед. Пожалуйста. А, извините, если позволите. Мне просто сейчас в уши в голову пришла, что если честь выгоднее, ну, если честь предпочтительнее, если выгода, то это как раз таки на упор в будущее, потому что честь не конвертируется сразу. Выгода вы получили золото и потратили золото, а честь можно использовать постоянно в будущем. Она накапливает, она не истощает так, как непосредственная выгода. Наверное, да. Именно поэтому наш главный спартанский герой Бросит не выглядит как спартанец. Он все время ориентируется на будущее. Он не ориентируется практически никогда на настоящее. А вот спартанцы как ориентировались на настоящее, так и будут продолжать ориентироваться на настоящее. То есть в обоих случаях и империи, что афиняне, что спартанцы прошлом только прикрываются в своих действиях. То есть что афиняне говорят деды воевали, мы освободители значит от персов, поэтому наш союз легитимный союз, поэтому значит будьте добры, нам подчиняйтесь. Что спартанцы говорят деды воевали, мы освободители от персов, мы сейчас будем освободителями значит от господства афинян. То есть мы снова, я снова напоминаю вам, что между речами и делами есть решающее различие. И оплатили вы афинянам услугу неравную и несвободную от позора. Вы же сами говорите, что призвали их на помощь теряя обиду. Помогаете же им тогда, когда они обижают друг друга. 64 Это указывает ясно на то, что когда вы одни из всех бятян не были на стороне персов не ради Элина, но потому, что и афиняне были не на стороне персов. Вы желали действовать с афинянами заодно, нам на переход. О, и смотрите, вы никакие не освободители, потому что, и потом, естественно, фигиане сформулируют эту мысль заново, точно так же, как сообщник или подельник не несет ответственности за совершенное преступником преступление или несет пониженную ответственность за это, точно так же он несет и пониженную часть славы. Вы стали освободителями эллинов не потому, что вы хотели ими быть, а потому, что ваш начальник воевал против персов. Это, конечно, ставит новый вопрос об ответственности, а именно теперь уже о положительной ответственности. То есть, фигиане буквально говорят следующее. Вы на самом деле не несете большой ответственности за освобождение эллинов во время персидских войн, потому, что вы просто выполняли приказы. Это же будет означать, что просто выполнение приказов сейчас, приказов афинян, естественно, тоже снижает ответственность плотаян. Но фигиане не могут говорить этого. Они лишь говорят, что их ответственность снижена по отношению к хорошему тому, что они делают, а не к плохому. То есть, это никогда не равное отношение. Если вы выполняете приказ и по приказу совершаете преступление, вся ответственность за это преступление лежит на вас. Но если вы выполняете приказ и достигаете какой-то славы, какой-то выгоды, чего-то хорошего, то это хорошее не принадлежит вам. Это хорошее принадлежит тому, кто вам это приказал сделать. Это же можно перевернуть в обратную сторону. Плотеяне выступили сейчас против мальян по приказу, а могли не выступить. То есть, вот этот как раз момент принятия или непринятия приказа. Нет, это очевидно, что если бы они сопротивлялись приказу, то это другое совершенно дело. вопрос заключается в том, равна ли ответственность за выполнение приказа в обоих случаях, в случае плохого и в случае хорошего. Значит ли это, что Фукидид в данном случае рисует конструкцию того, как несет ответственность союзник империи, какова ответственность за хорошее и за плохое? Конечно, Фукидид поднимает именно этот вопрос. Честно, что мы говорим о том, что если в любом случае, как Михаил отметил, в любом случае хорошее это или плохое, ответственность несет тот, кто больше и влиятельный вне зависимости от последствий. Значит, давайте спустимся вниз от государств, потому что может быть это трудно, давайте спустимся на уровень отдельного человека. Опять вспоминайте про нацистов, это будет самым простым таким делом. Значит, на скамье подсудимых сидит человек и говорит, что я ничего плохого в жизни не сделал, я просто выполнял приказы. Возникает вопрос следующий, он несет меньшую ответственность за то, что выполнял приказы, или большую, чем тот, кто ему приказывал? Как бы мы не ответили на этот вопрос, кажется нам, этот ответ всегда будет заключаться в равенстве обоих позиций. То есть, если он несет ответственность большую, чем тот, кто ему приказал, чем его начальник, то он несет ее большую в обоих случаях, в случае, если он сделал что-то хорошее, и в случае, если он сделал что-то плохое. То есть, если кто-то приказал посадить вам дерево, или приказал вам посадить человека, то вы виновны одинаково в обоих случаях, одинаково больше, чем ваш начальник. Но фивяне так не говорят. Они говорят, что ответственность за хорошее, что вы сделали по приказу, несет тот, кто приказал. А ответственность за плохое, сделанное вами по приказу, несете вы. Вопрос. Нет ли в этом определенного лицемерия в том отношении, что развлечение ответственности за хорошее не бьем, за плохое бьем? За хорошее не награждаем, а за плохое бьем. Ну вот, как бы так сказать. Возможно, я просто смотрю с современной точки зрения, но с современной точки зрения я бы предполагал, что вообще ответственность в любом случае равна, потому что решение принимает конкретный человек, ну то есть конкретный актор. Да, сегодня, конечно, и мы тоже склоняемся мыслить, что ответственность в любом случае равна. Неважно, выберем ли мы большую ответственность для исполнителя, чем для приказчика, или меньшую ответственность. Но в обоих случаях это будет одна и та же ответственность. Вот фивяне так не думают. Давайте попробуем разобраться, почему. Когда вы делаете хорошую вещь из-под палки по приказу, вы не хотите ее делать. И поэтому несете за хорошую вещь меньше ответственности, чем тот, кто хотел ее сделать и вам приказал ее сделать. Выражаясь современным языком, вы не демонстрировали воли для того, чтобы сделать хорошее. Вы сделали это только потому, что был приказ. И, соответственно, тот, кто вам приказал, несет больше ответственности за хорошее, чем вы. С другой же стороны, когда вы делаете плохое, аргумент будет прямо противоположный. Не начальник ваш сделал плохое, когда приказал вам совершить что-то. Да, когда приказал вам совершить что-то плохое. Это сделали вы. То есть в одном случае, кажется, фивяне упирают на то, хороший ли вы человек или нет. То есть хороший ли вы характер или нет. И ответ нет, вы не хороший, потому что вы сделали хорошее из-под палки. А в другом случае, они упирают на действие, а не на намерение. Очевидно, что ответственность за действие, не за хорошее, а за плохое действие, должна больше лежать на том, кто выполнил это действие, чем на том, кто повелел совершить, выполнить это действие. Звучит ли эта логика для вас? Кажется ли она вам полноценной? Или вы все еще считаете, что в любом случае, чтобы мы не выбрали, нас ждет обязательно равенство между хорошим и плохим действием, между ответственностью, между распределением ответственности над тем, кто приказывал и тем, кто подчинялся в обоих случаях, в случае добра и в случае зла? В логике афинян есть определенная уязвимая точка в том отношении, когда мы, например, вменяем благоянам то, что они сделали хорошее из-под палки. Мы же не можем зафиксировать и узнать на самом деле, вот они из-под палки сделали хорошее, или они правда загорелись над этим желанием, вместе со своим руководителем пошли освобождать и лад. Нет, почему? Мы можем это зафиксировать очень четко. Они выполняли приказы афинян. Да, выполняли приказы, но с другой стороны, когда они сделали плохое, они тоже выполняли приказы афинянами, мы это фиксируем. Фивиане, кажется, в обоих случаях исходит из того, что подчиняющийся не хочет выполнять приказы начальника никогда. Соответственно, когда они делают добро, они делают его из-под палки. Но важно именно намерение в случае добра. А когда они делают зло, они тоже делают его из-под палки, но важно действие, а не намерение. То есть последствия действия, а не намерение действия. Когда речь идет о зле. Но это странно, потому что в таком случае получается, что основание для добра, это, ну то есть основание для добра, оно звучит в намерении, я прав. Ответственность за доброе действие гораздо выше, если вы намеревались его совершить, чем если вы не намеревались или не хотели этого делать. Мы не можем никак эту ответственность зафиксировать, и она всплывает почему-то только здесь. То есть если афиняне приказать бы платрианам вывезти в какую-нибудь деревню, а платриане не хотели бы этого делать, но вынуждены бы делать приказ. Их намерение не делать это. Намерение определяется очень просто. Если бы у них было намерение сделать что-то хорошее, они бы делали это без приказа. Приказ фиксирует отсутствие намерения. В этом не звучало приказа победить во что бы то ни стало. Приказы-то носили более, мне кажется, утилитарный характер. А утилитарные приказы это не совсем то, что глобальный приказ. Ну то есть очевидно, если... В общем, если судилище идет насчет того, хотел ли кто-то побеждать или не хотел, хотел ли кто-то освобождать Алладу или не хотел, это совершенно не то же самое, что хотели ли они поставить опозы с подовольствием на 200 метров правее или на 200 метров левее, о чем и конкретные приказы, собственно, и отдавались. Ну смотрите, приказы ведь отдавались... Я понимаю, что вы прямо вниз спускаетесь. Приказы афинянами отдавались по поводу того, как воевать с персами. То есть куда наступать, где отступать, что делать. Потому что обозы это более низкий уровень, еще более низкий. Но понятное дело, что приказы, военные приказы, отдаются только с одной целью. С целью победы в войне. Поэтому на самом деле все эти приказы, они имеют только один смысл. Но цели полагания, конечно, у нас не звучало. А афиняне говорят, мы воюем с персами, чтобы освободить Грецию. Вот оно, цели полагания абсолютно четкое. Все наши союзники выполняют наши приказы только с этой целью. Войдет война, а у нас только одна цель в войне. Победить в войне. Но не является ли это цель, который просто апеллирует платояне, добродетельной? То есть, если бы платояне просто исполняли приказы афинян... Нет, цель-то добродетельная, абсолютно точно, но она поставлена не платоянами. Но они могли просто не пойти и спасать Орлабу. Они, конечно, могли бы не пойти, но у них начальник был, начальник пошел. И они уже не могли не пойти за ним. А можно ли тогда сказать, что на войне любой приказ может быть преступным, если цель – победа в войне, а война немыслима без жертв, без потерь? Нет, потому что убийство врага – это не преступление. Давайте я отброшу вас к керапедии. Кир Великий учится в Персии и учится великим вещам. Персия – это суперспарта практически. Учится великим вещам. Никогда не лгать, никого не обманывать, не совершать преступлений, не грабить, не насиловать, не убивать. И вот, когда он достигает совершеннолетия, к нему приходит его отец и говорит, мы идем войной против вот этих вот. Ты должен их обмануть. И Кир говорит, как же так, отец? Ты всегда учил меня, что обманывать нельзя. И отец отвечает Киру. Все твои уроки до этого момента касались только нас, только друзей, а не врагов. Помните классическую формулу справедливости «добро друзьям, зло врагам». То есть вот все, что мы тебе запрещали делать, мы запрещали тебе делать только по отношению к нашим. А вот по отношению к врагам надо делать ровно то, что тебе было запрещено до этого. То есть нет такого понятия, как военное преступление. Для грека. То есть мы путем от соотношения хорошего и плохого и оценки мотива действия приходим к общему, что касается оценки политического действия? Да, конечно. То есть наш вопрос позади. Тот более четкий пример, который вы должны иметь перед глазами, это, понятное дело, не февиане, а нацисты. Вопрос внесения ответственности – это вот этот вопрос. Вы, как гражданин, выполняющий приказы преступного государства, вы несете меньшую ответственность, чем это государство, или большую ответственность, чем это государство? Здесь можно было бы немного изменить перспективу и вернуться вообще с того, о чем мы говорили в принципе весь курс, то есть о мотивах. И мотивы здесь тоже звучали, но они не были озвучены просто поименно. У нас есть страх, но у нас есть надежда. И если ваш подчиненный работает из страха, то ответственности на нем меньше, потому что страх – это в пределе всегда страх смерти. Если вы запугали его настолько, что либо он умрет, либо он сделает, то на нем лежит минимум ответственности. Если он действует, как ваш подчиненный, исходя из мотивов выгоды, то очевидно ответственности на нем лежит больше. Причем в обоих случаях. Потому что выгода, с одной стороны, мотивирует его совершать какие-то добрые дела. Мне не нравится формулировка, но пускай будет так. И с другой стороны, даже надежда заставляет его действовать вопреки каким-то условным правилам, законам, бла-бла-бла, что он там нарушает. То есть здесь, мне кажется, нужно просто подращаться к нему, к другим вещам. Мы топчемся в трех соснах, но мы так консенсус никогда не понимаем. Хорошее тоже замечание в зависимости от страха или от надежды. Почему нет? Еще замечание есть? Да, я хотел бы заметить, что тут же как раз Наталья уже высказала часть того, что я планировал заметить, что важна даже мотивация. Почему американский салток, руляющий беспилотником, стреляет по верным жителям? Потому что у него есть приказ. И если его приказ, это и есть его мотивация, ну или страх перед невыполнением приказа, тогда он, по идее, должен нести ответственность за это убийство, потому что, во-первых, он совершил его из страха, во-вторых, из-за приказа. То есть в его действиях нет никакой благодетельной составляющей, добродетельной. В то время как, если бы он из-за добродетельной составляющей, например, убивал этих жителей, потому что он считал, что ему лучше умереть, чем жить, ну, мало ли, и если бы это одобрялось обществом, тогда бы его ответственность была бы снижена. То есть в зависимости от той же мотивации. То есть вы все-таки не разделяете точку зрения февиан на то, что платояне несут гораздо большую ответственность за совершенное им ныне преступление против греческой свободы, чем они несут ответственность за добычу этой самой греческой свободы ранее? Не разделяете. Да, февиане оказались. О, кто-то разделяет. Владимир Евгеньевич разделяет. 65. Что касается упоминаемой вами последней обиды, именно, что в мирное время и в праздник мы несправедливо напали на ваш город, то и тут мы не считаем себя виновными больше вас. Правда, мы были бы виноваты, если бы по собственному почину пришли к вашему городу, начали сражение и опустошали ваши поля как неприятия. Но если ваши же сограждане, первенствующие по своему происхождению и богатству, с целью отделить вас от союза с иноземцами и возвратить вас в исходный союз всех вятя, призвали нас по собственному убуждению, чем мы тут виноваты. Нарушают закон не столько те, которые следуют за вождем, сколько сами вождем. Вы видите, одновременно обвиняя платеян в том, что они несут большую ответственность, чем афиняне за сделанное, они тут же говорят о том, что сами они несут меньшую ответственность за попытку государственного переворота в платеях, потому что их туда призвали, и эти призвавшие и были их начальниками. Однако, по нашему разумению, не виноваты ни они, ни мы. Будучи такими же гражданами, как и вы, больше вас подвергаясь опасности, они открыли перед нами ворота своих же укреплений и пропустили нас в свой город как друзей, а не как врагов. Они желали воспрепятствовать худшим из вас сделаться еще хуже и за лучшими обеспечить то, чего они были достойны. 67. Мы распространились об этом плакедемоняне и в ваших, и в наших интересах, чтобы вы знали, что ваш обвинительный приговор будет справедливым, и чтобы нам еще больше убедиться в святости нашего мщения. Не трогайтесь речами платьян о данных их доблестях. Если эти доблести и были, они должны послужить на помощь унитальному. Но, когда совершается что-либо постыдное, за эти доблести должно усиливать наказание вдвое, так как тогда люди поступают несправедливо вопреки чувству долга. Итак, февиане говорят, на самом деле плотеяне не заслуживают прощения, потому что они когда-то воевали с персами на одной с вами стороне. Плотеяне неправы, когда уверяют, что наша попытка захватить город и совершить переворот в городе являлась незаконной. Она являлась абсолютно законной, потому что нас туда призвали, и причем призвали с хорошими целями. И, наконец, они говорят, обращаясь уже непосредственно к спартанцам, что нет никакого смысла прощать или думать, что обвинение против плотеян несправедливо по указанным двум причинам. Бесполезны должны быть для таких людей их слезы и жалобы, когда они взывают к могилам отцов ваш и указывают на то, что они погибли. Ведь и мы со своей стороны можем напомнить, что наша молодежь, истребленная ими, претерпела еще более ужасную судьбу. Итак, остановитесь снова. Затем февиане говорят, что спартанцы не могут апеллировать к чувствам, когда принимают решение об этом приговоре, потому что апелляция к чувствам возможно бесконечное количество раз. Это война, в ней страдают все. Шесть. Итак, лапидемоняне, защитите закон эллинов, нарушенный плотеянами, и нам, беззаконно потерпевших, справедливо воздайте за оказанное нами услуги. И, наконец, февиане говорят о самом главном, о выгоде. Вопрос, который в итоге ставят февиане, это вопрос о том, что выгоднее для спартанцев, поддержка фиф, которые хотят захватить плотею, или поддержка маленькой плотеи, которая ничего не может предоставить в обмен на эту самую поддержку. Не отвергайте нас под влиянием речей плотея. Дайте пример Эрена, что вы устраиваете состязаниями речами, а дела? Шестьдесят восемь. Вот что сказали примерные афины. Лапидемонские судьи находили, что с их стороны правильно будет поставить вопрос, оказаны ли лапидемонянам какие-нибудь услуги плотеянам во время войны? В остальное время они и требовали от плотеян сохранять спокойствие согласно давнему договору с Павсанем, заключенному после персидских войны. Два. Итак, лапидемоняне снова стали выводить плотея каждого по одиночке и задавали ему вопрос, оказали ли плотеяне какие-нибудь услуги в войне лапидемонянам и их союзникам. Когда плотеяне давали отрицательный ответ, лапидемоняне отводили их в сторону и убивали, причем исключение не делалось никому. Так казнили они не менее двухсот плотеян и двадцать пять афинян, находившихся вместе с ними в осаде. Женщин же обратили в рабство. Позже. Позже они сравняли весь город с землей и в земле. Достаточно. Вы видите, что спартанцы делают ровно то же самое, что хочет сделать Клеон. Но Клеон не добивается успеха. То есть для Клеона это все еще теория, а для спартанцев, для старой империи это практика. И причина этой практики заключается в четыре. Вообще лапидемоняне отнеслись так к плотеяну исключительно или почти исключительно в угоду Февиана, полагая, что те будут полезны им в войне, которая с этого времени была в полном разгаре. Да, и спартанцы поступают так только с ориентацией на пользу. Ни Афинская империя, ни Спартанская империя не ставят вопроса о чести, о справедливости, если хотите. Они ставят только один вопрос о пользе, которые принесут им те или иные действия, о своей собственной выгоде в этих действиях. И в этом смысле и афиняне, не прикрывающиеся уже какими-то своими прошлыми заслугами, и говорящие открыто о том, что Афинская империя есть тирания, и спартанцы, которые прикрываются прошлыми заслугами, и которые продолжают упирать на свою пропаганду освободителей Лады, поступают абсолютно одинаково, хотя говорят разные, как вы видите, вещи. Империя, кажется, не имеет на самом деле другого мотива для продолжения существования, кроме страха. В этом смысле спартанцы боятся, что если они не угодят Фивианам, то Фивиане либо отпадут, либо перестанут помогать, а Фивы это большой союзник для Спарты, и в этом смысле надо Фивиану блажить, чтобы продолжить успешно войну. 69. Между тем 40 пелопонесских кораблей, оправившихся на помощь лезвоздцам и спасавшихся в то время бегством на открытом море от преследующих их афинян были прибиты бурь и крит, а оттуда в рассыпную пришли пелопонессы. У Килены они встретили 13 тригер лукодян и амбргиодов, а также сына Теллида Брасида, прибывшего к Алкиду в качестве советников. Да, мы видим следующий виток карьеры Брасида, он становится военным советником. Его еще не делают полководцем, но все, как вы понимаете, к этому идет. Дело в том, что эти демоняне после неудачи на Лесбосе решили увеличить свой плод и плыть на Керкиру, раздираемую между усобиц. Да, остановитесь, мы возвращаемся к самому началу Керкире и смотрим, что же происходит там. Я напоминаю вам, что принципы деления, принципы войны, принципы деления людей на своих и чужих эволюционируют постепенно для всех обитателей Лады. И если принцип Крови подразумевал, что одни и те же люди не могут воевать, да, одни и те же граждане, граждане одного и того же города, не могут воевать между собой, ибо они по крови принадлежат одному и тому же роду, ну и соответственно они не могут воевать со всеми того же рода, то принцип деления по партии подразумевает уже, что воевать против своих не просто можно, но что эта война на самом деле неизбежна. И Киркира, до которой принцип деления по партии приходит, очевидно, от эпидамена. Вот в эпидамне ведь все начинается с гражданской войны. Вы помните, что там демократы выгоняют олигархов, и олигархи сначала начинают призывать варваров, а потом начинают призывать киркирян и коринфян. Вот теперь гражданская война докатывается и до Киркиры. И, соответственно, деление людей на демократов, деление людей по принципу партии на демократов и олигархов докатывается и до Киркиры. Среди киркирян смуты наступили с того времени, как к ним возвратились пленники, взятые в морских битвах у эпидамна и отпущенные на свободу коринфянам. Рассказывали, будто пленники были отпущены потому, что их взяли на поруки за 800 талантов проксины коринфян. На самом же деле пленникам было поручено склонить киркиру на сторону коринфян. И действительно, эти киркиряне старались воздействовать на отдельных граждан, чтобы оторгнуть город от Афинян. Когда явились послы на кораблях Афинском и Каринском и вступили в переговоры, киркиряне постановили оставаться в оборонительном союзе с Афинянами согласно договору, но по-прежнему быть в дружественных отношениях и с Пелопонесцем. Во главе демократической партии стоял Китин. Добровольный Афинский проксер. Его возвратившиеся из коринфа граждане привлекли к суду по обвинению в том, что он желает починить киркиру власти Афинян. Будучи оправданным, Пифий, в свою очередь, привлек к суду пятерых богатейших из этих граждан, обвиняя их в том, что в священном участке Зерса и Алкиной они вырубали тычины. Да, заметьте, что как работает цивилизация, гражданская распри начинается с взаимных судебных обвинений. За каждую тычину положена была пеня в один стадик. Пеня была высока. Поэтому приговоренные по плате сели под без святынь с мольбой о том, чтобы им разрешили выплатить пеню по частям в определенной промежутке. Но Пифий, бывший в то время членом Совета, уговорил киркирян применить к приговоренным требования закона. Так как они не были изъяты из этого закона и в то же время услышали, что Пифий, пока состоит членом Совета, намерен уговаривать народную массу, иметь общих с афинянами друзей и врагов и, захватив кинжалы, внезапно вошли в заседание Совета. Убили Пифия и других членов Совета, а также частных лиц, всего до 60 человек. Впрочем, несколько единомышленников Пифия бежали на отеческую триеву, которая стояла еще в гавне. Сделав свое дело, заговорщики созвали киркирян и объявили, что происшедшее послушать к величайшему благу киркирян и что они никоим образом не будут порогащены афинян, что впредь им следует держаться спокойно, допускать к гавани только один корабль вдоль или другой из воюющих сторон. И если же корабли явятся в большем числе, то поступать с ними как с неприятностью. Да, вы видите, насколько олигархи умерены. Если демократ обещает во всем помогать афинам, то олигархи не собираются во всем помогать спарте. Страх все еще главный их мотиватор. Так они сказали и заставили утвердить их предложение. В тот час отправили они в Афиму посольство заявлением о пользе всего случившегося, а также с целью уговорить бежавших в Афиму киркирян не предпринимать ничего вредного для киркира, чтобы им за это так или иначе не пришлось поплатить. Да, и олигархи хотят утвердить нейтралитет киркиры в Афинском народном собрании. У прибытия послов афиняне схватили их как бунтовщиков, а также и тех из киркира, которых послы склонили на свою сторону и поместили их на Эфим. Но никакой нейтральности уже быть не может. Тем временем, имевшие в своих руках власть киркияне, после того, как явилась к ним Каримская, Пьера и Родиморские послы, напали на демократов и в сражении одержали над ними погло. И это понимают и сами олигархи, после чего и начинается гражданская война, гражданское противостояние. С наступлением ночи демократы бежали на Акрополь и возвышенные части города. Собрались там и укрепились, заняв также Белайскую гавану. Противники захватили городскую площадь, по соседству с которой большей частью они жили сами, а также гаван, прилегающие к площади Индитии. На следующий день произошли небольшие схваты, и обе стороны посылали на окрестные поля вестник, призывая на свою сторону рабов обещанием свободы. Большинство рабов примкнуло к демократам, а к противникам их явилось на помощь 800 человек с материка. По прошествии одного дня битва вознагрелась, и победа осталась для демократов благодаря тому, что они занимали более укрепленную позицию и имели численный перевес. Да, вы понимаете, что гражданская война не может закончиться хорошо для олигархов, потому что олигархов всегда меньше. Да и вы видите, рабы тоже скорее предпочитают занимать сторону демократов, чем олигархов. Значит, гражданское противостояние так или иначе склоняется в сторону демократов, но проблема этого склонения усиливается, потому что в отличие от олигархов, от медленных олигархов, быстрые демократы, то есть афиняне, сразу высылают свою помощь. 75. На следующий день афинский стратег не костракт, сын Диэтрек, прибыл на помощь из Нарфакта с 12 кораблями и 5-ю сталинусенскими скотками. Он старался примирить киркиян и убеждал их прийти к соглашению между собой из тех, чтобы придать суду 10 человек наиболее виновных, которые уже покинули город, а прочих оставить в покое. Заключил договор с ними и с афинянами на условии иметь общих врагов и друзей. Вы видите, афинянам все равно по поводу того, является ли киркира демократией или нет. Это не имеет уже никакого значения. Поэтому задача у афинян только одна – не допустить разграбления или саморазграбления своего союзника. Но этого не происходит. Четыре. Даже три. Некострат согласился, а представители демократов поставили на корабли людей из рядов своих противников. Те испугались, как бы их не отправили в афин, и сели в качестве молящих в храме Диаспоя. Некострат старался вызвать их оттуда и успокоить, но уговорить не удалось. Тогда демократы, обозлившись под тем предлогом, что молящие о защите не питают добрых замыслов, коль скоро они с недоверием относятся к отплытию вместе с Некостратом, вынесли хранившиеся в домах олигархов вооружение, и если бы не помешал Некострат, убили бы некоторых из них, попавшихся им на глаза. При виде этого остальные олигархи, не менее 400 человек, сели в качестве молящих в храме Геры. В свою очередь демократы из-за бассейна переворота со стороны олигархов уговорили их выйти из храма и переселили на остров, лежащий перед храмом Геры, куда им и посылалось все нужно. Пока что афиняне не очень способны контролировать ситуацию, и гражданская война начинает нарастать. Но афиняне-то приплыли первыми, а вот теперь со стороны олигархи, со стороны спарты, приплывают и сами спартанцы для того, чтобы помочь керкерянам. Ну как керкерянам? Части керкерянам. 76. Когда междоусобные распри достигли такой степени, на четвертый или на пятый день после переселения упаденных лиц на остров, явились пелопонесские корабли из Киена, где они стояли на якоре по прибытии из Киона. Корабли их было пятьдесят лет. Во главе флота по-прежнему стоял Алкин. При нем был в качестве советника Бросил. Бросить якорь в материковые гаврии селота корабли в зале направились к керкере. Керкеряне были в большом смятении, потому что боялись и того, что происходило в городе, и неприятельского наступления. Они стали готовить шестьдесят кораблей, и по мере вооружения их посылали против недоядцев. Хотя афиняне советовали дать прежде всего отплыть им самим, и потом следовать за ними совсем плохо. Да, помните гигантский керкерский флот, но существует, да, но у этого флота есть проблема. Да и у керкера тоже есть проблема. Они отправляют против спартанцев корабли по одному. Закончиться такое действие победой не может. Семьдесят восемь. Керкеряне, нападая в беспорядке, каждый раз с небольшим числом кораблей терпели от неприятства. Афиняне, опасаясь численного превосходства врагов, и как бы их не окружали неприятельские корабли, не переходили в наступление на весь неприятельский флот. Не направлялись и на его центр, но ударили в крыло и потопили один корабль. После этого лакедемонские корабли выстроились в круг, а афиняне стали обходить их и пытались привести в замешательство. Стоящие против керкеряне и лапанессы заметили это, и в страхе, как бы не повторилось тоже, что произошло у Навпакта, спешили на помощь их своим. Да, вы помните, что у Навпакта произошло плохое сражение для спартанцев, и вы помните, что в следующем после этого сражения, в морском сражении, именно совет Брасида позволяет спартанцам победить. Спартанцы до сих пор следуют этому совету. Корабли собрались вместе и разом пошли на афинян. Афиняне уже отступали и гребли карманы вперед. При этом они стремились, чтобы, возможно, большее число керкерских кораблей спаслось бегством раньше их в то время, как сами они будут отступать медленно и неприятели обратиться на них. Таково было это морское сражение, кончившееся к закату солнца. Да. Да. Лакидиманяне оказываются победителями в этом сражении, и это, конечно, приводит керкерянам в ужас. Керкеряне испугались, что неприятец, пользуясь победным, или пойдет на город, или захватит с острова помещенных там граждан, или вообще учинит какой-нибудь переворот. А потому снова переместили тех граждан с острова в святилище Геркер и оберегали город. Несмотря на одержанную победу Маковой битвы, пелопонессы не осмелились путь в город. Брасит еще не военный начальник, Брасит только советник. Поэтому, несмотря на победу, и как вы увидите сейчас на требовании Брасида немедленно идти на город, лакидиманяне медлят. Три. И на следующий день они точно так же не шли на город, хотя керкеряне были в большой тревоге и в страхе, и хотя, как говорят, Брасит склонял алкиды идти на город. Но Брасит не имел равного голоса с алкидами. Пелопонессы высадились на суше у мыса Литкину и занялись опустошением полей. Между тем, керкерские демократы, сильно опасаясь нападения неприятельских кораблей, вошли, чтобы спасти город в переговоры с молящими о защите и с прочими олигархами. Некоторых из них удалось уговорить зайти на корабль. Несмотря на неудачи, керкеряне в ожидании нападения вооружили 30 кораблей. Однако Белопонессы, до полудня опустошавшие поля керкерян, отлыли обратно, а к ночи сигнальные огни дали им знать об отлытии от Левкады 60-ти акинских кораблей. Спуститесь вниз, 81, пока эти корабли... 81-2. Пока эти корабли были в пути, керкеряне убивали всякого из противника, кого только захватывали, а также выводили на сушу и умештляли всех тех, кого уговорили взойти на корабль. Демократия действовала сдержанно, действовала умеренно, пока она была в страхе перед Белопонессами, пока она была в страхе перед олигархией. Как только керкеряне получают весть о том, что из Аттики к ним вышли 60 кораблей, которые помогут им, 60 афинских кораблей, которые помогут им победить спартанцев, победить лакедемонян, они немедленно теряют этот страх и перестают быть умеренными. Они начинают без разбора убивать олигархов. Можно ли сказать, что тут как раз действует нарастание энтузиазма? Эскалация действует, не энтузиазм, эскалация, конечно. Потом они вошли в святилище Геры, убедили около 50 человек, находившихся там в качестве молящих, подчиниться суду, и всех их приговорили к смертной казни. Тогда большинство молящих, не подавшиеся увещаниях, видя, что творится, стали убивать друг друга тот же святилище. Да, и естественно, гражданская война так или иначе перерастает в полное презрение божественных законов. Некоторые повесились на деревьях, они были должны быть. Да, чистка олигархов превращается в резню, где каждый пытается достичь своих собственных целей. Вообще смерть царела во всех видах. Происходило все то, что обыкновенно бывает в подобные времена, и даже больше. Отец убивал сына, молящих отрывали от святынь, убивали и подлинных. Некоторые были замурованы на святилище Дионисса. Да, смотрите, принцип деления по партии преодолевает принцип деления по крови. Именно поэтому гражданская война оказывается часто не просто братоубийственной, но и отцеубийственной. Помните, что отцеубийство это страшнейшее табу, которое не может быть нарушено. Но теперь оказывается, что оно не просто может быть, но обязано быть нарушено. До такого ожесточения дошла междоусобная раска. Она показалась тем ужаснее, что проявилось впервые. Помните, что с точки зрения Фукидида падение нравов стало такое падение нравов, такая эволюция, такой прогресс, если хотите, стало возможным именно благодаря чуме и тем новым концепциям жизни, которые чума принесла. Действительно. Впоследствии вся Эллада, можно сказать, была потрясена, потому что повсюду происходили раздоры между партией, демократической и олигархической. Причем представители первой призывали афинят, представители второй – лакедемонят. По всей Элладе принципы войны эволюционируют, но по всей Элладе они отстают от передовых держав. То есть, принцип крови больше не действует для большинства, для большинства действует принцип партии. Хотя, опять же, у этого большинства есть исключения. Да, есть такие горные аулы, в которых еще не слышали, что принцип деления войны изменился, да, принцип войны изменился. Но он точно так же уже изменился для афинян и спартанцев. Они не являются на самом деле представителями двух партий. Они просто используют принцип партийного деления для своей выгоды. В мирное время эти партии не имели бы ни повода неподходящих данных призывать тех или других. Напротив, во время войны привлечение союзников облегчало для обеих враждующих сторон. Коль скоро та или иная из них желала бы развести какой-либо государственный переворот с целью тем самым причинить вред противникам и извлечь выгоду для себя. Вы видите, что чаще всего мотивом гражданской войны является не страх, а надежда. При этом, понятная надежда не надежда на славу. Невозможно получить славу из брата убийства, а только надежда на выгоду. Понятно, какую выгоду хотят достичь олигархи, они хотят добраться до власти наконец-то. И, понятное дело, какую выгоду хотят извлечь демократы, они хотят ограбить олигархов. Александр Николаевич, можно вопрос? Я вот касаемо принципа крови и принципа партийного деления, и мы до этого на лекциях упоминали принцип выгоды, как трансформация в принцип выгоды в войне. Он не принцип выгоды называется, он называется принцип силы. Принцип силы. То есть мы разделяем принцип партийный и принцип силы, или мы их как-то объединяем? Нет, конечно, мы их разделяем. Это следующий шаг. То есть мы когда это упоминали, я просто не могу сказать, мне кажется, это может быть не прошлое, а позапрошлая лекция. То есть мы говорили о том, что принцип партийный, он потом трансформируется в принцип силы. То есть кто сильный, тот подчиняет, кто слабый, тот подчиняется. Это уже будет следующая ступенька, правильно? Да. Это следующая ступенька, на которой уже находятся спартанцы и афиняне. То есть все остальные греки еще находятся на ступень ниже, а некоторые из остальных греков находятся еще на ступень ниже. Когда сицилийцы будут призывать афинян на помощь себе, в кавычках, они будут говорить, мы те редкие сицилийцы, которые являются ионийцами, а не дарийцами. Поэтому мы, как ионийцы, призываем ионийцев, призываем афинян. Но для афинян это уже будет совершенно не так. И принцип крови будет для них только предлогом для дальнейшего развития своей империалистической политики, для дальнейшей проверки, кто слаб, а кто силен. Помните, принцип силы ведет к перманентной войне. То есть, фокедит обозначает то, что по мере развития государств основания, которые они раньше берили, останутся для них после декларации. Ну, они используют это, да, да, да. Важно, что фокедит указывает, что это и есть некий прогресс. Прогресс, конечно, напрямую связанный с войной. И, наверное, еще более важно то, что фокедит указывает, что этот прогресс происходит не в умах большинства сначала, а в умах отдельных людей. Можно ли провести аналогию с современностью и сирии западной демократии раньше верили в, значит, права и свободы человека? Сейчас используют это как повод для того, чтобы вмешиваться в дела других стран, потому что хочется. Потому что можно. Потому что выгодно, да? А абсолютно так и есть, конечно. Именно поэтому фокедит пишет труд навсегда. К тому, чтобы вы могли применять эти принципы здесь и сейчас. И вам было понятно, что происходит. Возникает вопрос. Возможно ли существование империи или сильного государства, которое обладает какой-то этической установкой? Этической установкой? Да, собственной. Смотрите, империя ведь возникает из чего? Какой главный мотив появления империи? Личие. Нет, нет, ну что вы? Страх всегда. Конечно, империя возникает из страха, а существует она благодаря чему? Почему афиняне продолжают насиловать своих союзников и не могут позволить себе относиться к ним хорошо? Потому что боятся, что союзники отколятся империи развалятся? Правильно, из того же самого страха. Никакой этической подоплеки у страха нет. Это голый страх за свое существование, который, в отличие от этической подоплеки, полностью оправдывает то, что происходит. Давайте я отброшу вас вперед Гоббсу, а от Гоббса отброшу вперед к Шмидту, потому что, как вы помните, Шмидт знатный гобсианец. Помните, что говорит Шмидт? Нет такой идеологии, нет такой религии, нет такой этики, которая бы могла оправдать убийство одного человека другим. Есть только голый экзистенциальный страх, вот только он дает возможность вам убивать других людей. Но вот у меня возникает просто такой вопрос, связанный например с империей, такой специфической империи, как исландский халифат. Вот империя или империя арабов, которая распространилась в связи на море, в целом да, делали, что хотели, но у них была идея, которую они ставили как бы свое целеполагание и в целом в них не верили. Давайте я вас остановлю, сказав, что во-первых, я слишком мало об этом знаю, и во-вторых, сказав, что я не верю, что во главе чего бы то ни было успешного могут стоять верующие. Ну да, это хайруш замечание, достаточно логичное. И в этом смысле получается, что те империи, о которых вы говорите, хотя и продвигают религиозность, конечно, не руководствуются ею. То же самое касается и афинян. Афиняне ведь будут своим сицилийским союзникам, что мы помогаем вам ради крови. Точно так же, как они будут говорить своим афинским союзником, своим греческим союзником, ладским союзником, у вас восстание по олигархе против демократов. Мы демократы, мы вам демократам поможем. Демократия с демократией лучшие друзья. Точно так же, как спартанцы будут говорить, мы здесь освободители Лады. Мы пришли, чтобы вас освободить. На самом деле, за этими пропагандистскими или идеологическими формулировками стоит только то, что мы уже обсуждали. То есть, они никогда не подлинны, эти формулировки. Ну, тогда вот у меня вопрос. Если я правильно помню, у нас был пример с Никием, который был добродетельным, до конца почитал богов. Афиняне на Милосе, они тоже говорят, что они благочестивые. Просто у них совершенно другое представление о благочестии, чем у Ники. Вот. И поэтому у меня возникает вопрос. То есть, Ники в этом отношении представляется, ну, во-первых, тем парнем, который умер не вовремя. Родился не вовремя, вы хотите сказать. Родился не вовремя, да. Но он самый благочестивый в том отношении, что он дочитает богов до последнего, он следует какой-то вот такой установке. И как его расценивать в этой связи? Потому что он же тоже один из величих людей для войны, которые упоминают в Криде. Давайте отделим империю от отдельного человека, государство от отдельного человека. Значит, государство руководствуется уже указанными мотивами. Об этом мы не говорим. Ники руководствуется теми же самыми мотивами. Но в его картине мира есть представление, древнее представление, уже мертвое представление о том, что хорошим людям с хорошими людьми рано или поздно начинают случаться хорошие вещи. Что показывает нам Фукидит судьбой Ники? То, что никто не застакован от... Что это не так? Конечно, что это не так? Что это пустая штука совершенно, что это самообман. И этот самообман никуда не ведет. Помните, есть благочестие Ники, есть благочестие афинян на Мелосе, а есть благочестие Фукидида. Все они уверены, что они благочестивы, но они под благочестием понимают разные вещи. Ники понимает следование божественным законам и повелениям, причем буквальное следование, помните, помните, он отказывается отступать, потому что предсказатели, увидев лунное затмение, скажут, не-не-не, надо еще на месяц остаться на месте, и это погубит афинскую экспедицию, это погубит ее полностью. А афиняне на Мелосе будут говорить, мы подчиняемся тому же универсальному закону, что и все боги, поэтому боги не могут на нас гневаться никогда. Мы делаем то же самое, что и они. При этом обе эти точки зрения, и точка зрения афинян на Мелосе, и точка зрения Никия исторически оказываются провальными. Никий умирает в афинской экспедиции на Сицилию, а афиняне проигрывают Пелопонесскую войну, и афинский режим гибнет. То есть, вот эта разнузнанная демократия, она умирает. Точка зрения Фукидида на благочестие куда-куда как сложнее, чем нам хотелось бы думать. Понял. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, давайте тогда остановимся и на следующей паре уже прочтем, что Фукидида думает о человеческой природе, которая обнажается именно в гражданской войне. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова